Видео было снято 20 февраля, за 4 дня до чудовищных событий. Мне очень хочется верить, что на момент, когда я его выложу, война закончится. Нет войне. Всем привет! Здравствуйте, друзья и незнакомцы из интернета. Не будьте незнакомцем, становитесь другом и подписчиком этого канала. Я Майя, белорусская в Словакии, также студентка 4-го курса медицинского факультета Университета Каменского в Братиславе в Словакии. Это видео, это вторая часть, это рассказ о том, как я получила свою третью дозу вакцины против коронавируса в Словакии, Братиславе. Если вы не видели первую часть, то обязательно переходите по ссылке в описании или просто вот найдите такое видео на моем канале, посмотрите его. Ну, я в краткости еще и резюмирую, что же со мной происходило. Первую дозу я перенесла нормально. В принципе, спойлер почти как третью. Но немного тяжелее. Мне болела голова, болела рука сильно дня два. Вторую дозу... Ну, я вообще умрала. Это обязательно нужно досмотреть то видео. И теперь поговорим о третьей дозе. 3 февраля 2022 года я сделала третью прививку Пфайзера. У меня первые две дозы моей вакцины против коронавируса тоже были сделаны именно этой вакциной, именно Пфайзером. Привилась я в Братиславе, в поликлинике Млынска-Долина. Без записей, без очереди. Это мне, конечно, вообще без регистрации. Это мне вообще очень-очень повезло. Но все-таки первые два раза у меня была какая-никакая регистрация. Да. Я из комментария к моему короткому видео об очереди, легендарной очереди в эту поликлинику, эта очередь, которая обвивает всю поликлинику, всю остановку автобусную и уходит вдаль за горизонт, если не повезет. Я вообще ее не стояла. Передо мной в очереди не было ни одного человека, абсолютный ноль. Даже врач еще ждал, пока я куртку сниму. Вообще невероятное везение. Так вот, из комментариев к тому короткому видео я узнала, что лучше всего идти около трех часов дня, приходить туда в эту поликлинику в будний день. Ну, естественно, они работают только в будние дни, до пяти вечера. И да, я пришла 3 февраля, 2, это какой был день, понедельник, вторник, неважно, пришла я к трех часов дня, не было никого, показала свои бумаги о первых двух прививках, быстренько запомнила третий. И сделали мне прививку. Скачала сертификат, гринпасс, все как полагается. Как я себя чувствовала после нее? Первые буквально пару часов, мне чуть-чуть поболела голова, к вечеру начала болеть рука, ну, и все, меня отпустило. как только голова болеть перестала, ну, то это было, знаете, не критично, так чуть-чуть просто, усталость небольшая, самые легкие побочки, с тем, что было после второй дозы, ни в какое сравнение, конечно же, не идет. И потом мне просто несколько дней болела рука. И все. Так что, если вы не знали, где привиться без очереди, без регистрации, то поликлиника Млынская долина, старые грунты, Братислава, Словакии, надеюсь, вам повезет с очередью так же, как и мне. Правда, я не знаю, что за чудо случилось именно в тот день. Сейчас я уже прохожу мимо, и снова стоят люди разное количество, от не очень много до приличненько так. Но, конечно, повезло мне, повезло. Что было тогда, сейчас, в начале марта, ну, в середине уже марта практически, мне кажется, очередей нет никаких. Интересно, насколько вообще остается актуально вакцинация, мне кажется, уже весь мир или вакцинировался, или переболел. Тем тем, что происходит в мире, хочется сказать просто все. Ну, отмените хотя бы коронавирус везде окончательно. Мир не может вынести две трагедии одновременно. Ну, а что сказать? Надеюсь, это была последняя доза вакцин для нас всех. Уже ходят слухи, да не слухи, уже официально объявляют, что будут потихоньку, начиная с конца февраля, все ограничения снимать, отменять. Как я говорила тут. Увидим, какой она будет, эта жизнь. Жизнь без коронавируса. Ну, как без него? Все еще каждый день, если вы следите за Министерством здравоохранения Словакии и просто читаете новости, живя в Словакии, вы наверняка знаете, что до сих пор каждый день выявляют около 20 тысяч новых зараженных, новых случаев. Ну, не знаю. Ну, как будто бы... Как будто бы все сходит на нет. Так или иначе, в течение ближайших нескольких месяцев эта пандемия уже должна закончиться. Представляете? А потом увидим, может, следующая какая-то начнется. Ну, хорошо, по крайней мере, что жизнь, учеба в больнице наша проходит отлично. Как должна в полной мере, очно. Ничто на нее не влияет. Ну, как ничто не влияет? Как-то так совпало, по счастливой и несчастливой случайности, что у нас в этом семестре аж целых две одногруппницы из численности 10 человек всей нашей группы заболели. Поэтому кое-какое время парочка занятий у нас была онлайн, совсем недолго. Ну, да, в целом, в целом все окей. Что ж. Ну, реально все. Какая-то эпоха коротких видео на моем канале. Наверное, это поможет тем, если вы, как и я, первую прививку принесли нормально, вторую адски, и сейчас волнуетесь, не знаете, стоит ли идти на третью, то стоит. Конечно, стоит и всегда стоит. Я повторяю все. Побываем. Не верим всяким там диванным экспертам. Верим только ученым и настоящим научным исследованиям. Верим врачам. Верим моему личному жизненному опыту, в конце концов. Наиболее тяжелые последствия, наиболее тяжко переносят заболевания не вакцинированные люди. Обезопасьте себя. И вы себе повторяете, что если у вас были невероятно тяжелые побочки всего лишь от вакцины, где этот вирус, ну, ослабленный и обезвреженный, то как ужасно было бы нам, если бы мы действительно им когда-нибудь заразились. Я, кстати, никогда не болела за все эти два года. Уже немного нас таких осталось, и привитых, и непривитых. Но, конечно же, естественно, непривитые болеют больше. 70% зараженных – это непривитые. Прививайтесь обязательно. Если всего лишь из-за вакцины, так. Кто знает, пережили, либо мы, я, саму настоящую инфекцию, настоящее заражение. Особенно, если вы, как и я, не идеально здоровый человек. Ну ладно, кто идеально здоров сейчас, в 21 веке, даже если вы идеально здоровый, то все лабораторные исследования, препараты, что препараты? Лабораторные исследования, методы сканирования, методы диагностики настолько сейчас уже сверхчувствительны, что найдут даже у самого идеально здорового человека какое-никакое маломальское отклонение. Но если вот особенно вы подвержены каким-то хроническим болезням, то обязательно прививайтесь. Вначале ходили эти опасения, эти мифы, беременным нельзя прививаться, если хотите детей в ближайшее время нельзя прививаться, кормите грудью нельзя прививаться, у вас какое-то заболевание нельзя прививаться. Булж. Ну, нет, нет. Это наоборот значит, что вам в первую же очередь нужно пойти и привиться. Да. Если вам это поможет, я на личном примере знаю человека, говорю для женщин и тех, кто берет в теорию бесплодия из-за прививок. Да, я лично знаю женщину, которая после всех доз вакцины забеременела, скоро родит и все у нее нормально. Берегите себя, берегите свое здоровье, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на меня в инстаграме, здесь я maybe my, там я maybe news, и смотрите другие видео на тему медицины и Словакии на этом канале. Да. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...